По подсчетам экспертов, запасы на руднике Кумтор на сегодняшний день составляют 710 тонн золота. И это только пока предварительные данные. По словам главы госагентства, по геологии, вероятно, что в ходе доразведки эта цифра еще увеличится. В преддверии парламентских слушаний по Кумтору члены комиссии, которая несколько месяцев ввела переговоры с канадской компанией Центера, еще раз озвучили все плюсы соглашения о создании совместного предприятия. Подробности прямо сейчас. В 222 тысячи долларов в день Кыргызстан обходится затягивание решения по вопросу дальнейшей судьбы месторождения Кумтор, подсчитали специалисты, требуя заведомо невозможные 67%. Политики из этой ситуации пытаются выжать по максимуму, а вот бюджеты и экономика страны только теряют. Все данные условия, они позволяют получить финансовую выгоду. Финансовая выгода за 12 лет будет составлять 1 миллиард 300 миллионов. Проблизительно, да, около. В год это дополнительных 130 миллионов долларов в среднем. Тем временем парламентская фракция Арнамыс уже заявила, что предложенное правительством соглашение не одобряет и не поддерживает. Рекомендует готовиться к арбитражам. И это даже несмотря на то, что Международный суд может влететь к Кыргызстану почти в 4 миллиарда долларов. Тогда как соглашение, помимо прямых вливаний в бюджет республики, дополнительно увеличит и налоговые поступления от 600 предприятий, которые поставляют на родник товары и услуги. Сейчас каждый год Кумтор закупает 50 миллионов долларов. СП берет на себя обязательство увеличить закупки внутри Кыргызстана на 10 миллионов долларов в год. За 10 лет это 100 миллионов. Это деньги, которые остаются в республике. Но самым главным достижением специалисты считают даже не увеличение денежных поступлений, а переход работы золотоносного родника в юрисдикцию нашей страны. Сейчас Кумтор работает по законам Канады, а после ратификации соглашения совместное предприятие будет зарегистрировано в Кыргызстане и подвластно кыргызскому законодательству. Эксперты отмечают, что популизм и политические игры вокруг крупнейшего проекта, на котором держится экономика страны, абсолютно неуместны. Ни в коем случае нельзя допускать остановки рудника. Таким было не было предлогом, то ли под предлогом национализации или денонсации. Дело в том, что там сложилась такая ситуация, если остановить работу, то вот из-за сложных горно-геологических условий, ледниковых условий, мерзлоты, это вызовет массовое движение в ВОЗ в карьер и заблокирует доступ к богатым участкам месторождения. Это будет отбранная проблема, потом возобновить до еще. Однако 67% прибыли, которые и так требуют депутаты, Кыргызстан все же получит даже в СП с долями 50 на 50 в управлении. И несмотря на все опасения, специалисты заверяют, что запасов золота на Кумторе хватит еще не на один десяток лет. На сегодняшний день, по предварительным прогнозам, резервы рудника составляют более 700 тонн. Будет до разведки идти месторождение. У нас там есть перспективные площади. Допустим, на сегодняшний день Центер имеет лицензию на Хоиндинскую площадь. Там другие есть площади. На сегодняшний день я могу вам точно сказать, что есть 710 тонн, 410 тонн – это остаток к 26-му году. С сегодняшнего горизонта вместе с тем есть перспектива увеличения запасов золота. Вместе с тем, помимо Кумтора, в Кыргызстане существует еще ряд перспективных месторождений. Вопрос в том, решатся ли иностранные инвесторы вкладывать свои деньги в экономику Кыргызстана. Международный деловой совет уже высказал свои опасения в открытом письме к первым лицам государства. Бизнес-сообщество считает, что грамотное решение вопроса с канадской компанией Центера Голд будет показателем разумного отношения Кыргызстана к зарубежным инвесторам.